Приветствую! Скрученный пробег – одна из тех проблем, с которыми сталкиваются люди при покупке автомобиля БУ. При этом основная проблема здесь состоит в том, что очень сложно выявить скрученный пробег. Во многих случаях это вообще невозможно. Да, мы можем только по каким-то косвенным признакам догадываться о том, что здесь скрученный пробег, но достоверно установить это мы не можем. И несмотря на то, что это является по своей сути мошенничеством, на сегодняшний день ни административной, ни уголовной ответственности за скручивание пробега не предусмотрено. И вот сейчас появляется законопроект номер 10173, которым предлагается изменить закон о дорожном движении и предусмотреть следующее правило. При каждой регистрации, либо перерегистрации автомобиля, в систему МВС должна быть внесена информация о пробеге этого автомобиля. Решит ли это проблему скрученного пробега? Конечно же нет. Но мы с вами понимаем, что как минимум в этой ситуации мы будем понимать, особенно если автомобиль продается часто, что пробег не скручен там до определенного значения. При этом мы прекрасно понимаем, что поскольку человек может годами владеть этим автомобилем и при продаже его скрутить перед продажей. И соответственно в базу данных МВС попадает уже скрученный пробег. И соответственно что? Данный законопроект эту проблему абсолютно не решает. При этом очень странно, что несмотря на тот факт, что вот вносятся такие изменения, все равно депутаты не предлагают установить административную, либо даже уголовную ответственность за такое правонарушение. Поскольку мне думается, было бы неплохо даже реально уголовную ответственность установить, поскольку скрученный пробег это же вопрос про безопасность. Поскольку мы прекрасно с вами знаем, когда там скручиваются очень серьезные пробеги, лишь потому что машина внешне в хорошем виде сохранилась. И в итоге человек получает что? Внешне красивый автомобиль, в котором изношены все детали. И если он вдруг не позаботился о том, чтобы там серьезно пройти ТО какое-то, пройти серьезную диагностику этого автомобиля, мы по сути подвергаем его жизнеопасности. И в этом смысле, наверное, было бы хорошо установить даже уголовную ответственность за это. Но, подчеркиваю еще раз, на сегодняшний день этого нет. И на сегодняшний день идет лишь речь о том, чтобы в системах МВС фиксировать этот пробег. И второе их предложение, это чтобы КМУ как-то разработал механизм синхронизации соответствующих реестров МВС с иностранными базами данных. То есть, чтобы в МВС вносились данные, поступали данные как-то из-за рубежа. И чтобы можно было, соответственно, опять же проверить достоверность этого пробега. Но это пока лишь только план. А на сегодняшний день реальность такова, что зайдя на любую доску объявлений, мы находим объявление о скручивании пробега. То есть, это тот вид деятельности, который люди даже не боятся выставлять на показ. И мы можем зайти на любую доску объявлений, зайти, написать скрученный пробег и увидеть соответствующие предложения. Некоторые, конечно, используют коррекцию пробега, вот такую конструкцию. Но, к сожалению, проблема эта остается. И данный законопроект, опять же, к сожалению, эту проблему не решит. И скрученные пробеги как были, так и остались. Но данный законопроект может позволить просто хотя бы следить, снижать, знаете, какую вилку скручивания пробега. Там ты хотя бы начнешь понимать, насколько его плюс-минус могли скрутить. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.